Лидератар Мне кажется, хороший момент был Опасный момент, нужно забивать гол Гришин С подачи Сергея Рогулева Гришин делает счет 2-0 в этом матче Вы видите, трибуны приветствуют успех нашей команды Ну а телезрители имеют возможность посмотреть повтор этого эпизода Прострел вдоль ворот и гол Удар под острым углом Баженов парирует удар Но, пожалуй, первый такой опасный момент был у ворот Сипсканы И уверенно сыграл наш вратарь Мяч отбит, повторная атака Удар, но здесь ворота сдвинуты Первые половины встречи Сипскана сразу активно начинает и гол Здесь была ситуация Такая был прострел с левого фланга Гости как-то неуверенно сыграли в защите И пятый мяч оказался в воротах Вячеслава Стародида Вот такой быстрый гол во второй половины встречи Автор забитого мяча Евгений Гришин Итак, 5-1 Ну что ж, довольно такое начало Удар Шишкина Гол! Шишкин нанес удар А потом кто-то из наших хоккеистов подправил мяч После того, как он отскочил от вратаря Итак, 1-0 Сипскана Сипскана повела в счете Это Евгений Гришин оказался Первый у мяча Итак, Евгений Гришин 1-0 Сипскана вышла Вперед Ну вот, наконец-то дождалась Иркутская Тарсида Может, наш любимчик в этом сезоне не всегда был великолепен? Ну ничего, все еще будет хорошо Евгений Гришин! Гришин Субтитры создавал DimaTorzok Самый известный пример спевающегося спортсмена, про который помнит вся страна Это персонаж фильма «Москва слезам не верит» А в Иркутске помнят про Комаровского Заканчивая спортивную карьеру, на землю тяжело опускаться Можно пить Если есть образование, идти работать преподавателем Если нет, в таксисты или в грузчики Но надежда должна оставаться Так считают друзья Гришина Женя, почему ты обратился к журналистам? Скажи мне Зачем церковь? Я? Просто меня довела такая жизнь Для такой степени Что я на данный момент Нашу в подвале Все проблемы все знают Гриша и Женя Это постоянные банкеты Человек, который не может отказать любому Любому болельщику Любому знакомому Другу И так далее Но я, честно говоря, таких друзей не признаю Которые видят, что человек гибнет И топь этого до конца Просто я много потерял из-за этой пьянки Женя, слушай, такой вопрос Ты когда вспоминаешь свою спортивную карьеру Ты какой матч вспоминаешь? Какую игру? Я? Один назвать? Да, один Самый, который ты помнишь Самый такой для тебя Енисей Когда мы проигрывали 2-0 Когда я два гола забил в первом тайме И мы выиграли 6-3 Как Женя раньше рассказывал Что вот Мои команды это Енисей, Кузбасс, Водник Я им всегда, говорит, забью Кузбасс он всегда Ложил, как сказать Забивал им всегда И в Кемерово, и в Иркутске У них просто был комплекс Гришина У игроков Кузбасса Если Женя выходил на поле Они уже все Они не знали, что делать Он 1-2-3 гола всегда им забивал Защитники просто сминал всех И даже вот в прошлом году Позапрошлом, получается С Кузбассом мы играли Первую игру Его уже реанимировали То есть он уже был, конечно, не тот Гришин Какой был он всегда Но он вышел Он подъехал к вратарю К защитнику из Кузбасса Юрию Витухину Сказал, я вам забью гол сегодня Они говорят, да Женя, ты что Его только из комы вытащили Раскачали Ну, немножко он потренировался Там с Борисом Федоровичем Бариновым Побегал, реанимировали его И он вышел и забил голку с Басу Там просто все обалдели Ну, подхожу Ну, подхожу к прохожему Говорю, ну, на самом деле Как бично Я говорю, дайте 10 рублей Доехать до стадиона В свое время По-моему, уже два Нет, уже три года назад Когда он был Не знаю, какое слово Только подобрать Выброшен, наверное, из команды Когда его продали в братский металлург Я понимаю, что уже на нем поставили в свое время В то время Вернее, в то время уже поставили на нем крест Удалось его вернуть Хорошо его пролечили Закодировали То есть все, что можно было сделать С нашей стороны, я считаю Мы все сделали Он готовился к сезону Ну, конечно, глядя на его возможности Было понятно всем уже, что Невозможно просто человека вывести на тот уровень Который он был буквально вот 5-6 лет назад Невозможно Вот тут была благая цель, я считаю Такая, что Значит, просто вернуть его к жизни Нормальной хотя бы Вот она, кровать стоит Вот она, подушка Вон вода у меня Простая Вот и все Вот А залазу я вот отсюда Вот так вот Он умел практически во все виды спорта играть И в футбол, и в волейбол Его даже в звезду приглашали одно время Футбольную в нашу И в теннис, и в баскетбол Но все виды спорта очень хорошо играют И от бога ему дано это Я даже вон клюшку сломал ее Пошел чемпионат Поиски его по всем окрестностям Вот, конечно говоря, результатов не дали И после этого Где-то мы неделю не могли его найти И после этого просто поиски решили прекратить Честно говоря Да, люди узнают Но узнают очень уже с трудом Я хожу как попрошайка сейчас Это жизнь получается Да Это жизнь получается Вот Великий такой был тоже игрок Комаровский Когда умер Что на монтажке Так же и моя жизнь уже представляется Как человек Он очень был порядочный парень Он таким, в принципе, наверное, и остается Поэтому Когда возникает вопрос О том, помогать или не помогать Вопрос этот попадает сам по себе Потому что Ну Что нужно делать? Нужно просто не отворачиваться В такие трудные минуты для него Нужно просто сделать все, что мы можем сделать Обязательно надо помочь человеку Подумали, может быть, его куда-то пристроить Какую-то работу дать ему Там угол там определить Чтобы загрузить его чем-то Я из-за этого хочу Чтоб мне помогли Идеть в больницу Чтоб я Прокапался там Все И потом уже пойдет другая жизнь А другая какая? А другая такая Это пойдет Я Через силу соберусь И буду Ну, не то, что через силу Я соберусь И начну играть Просто Тренироваться Сам по себе Скорее говоря Был бы рад чем-то Если удастся ему помочь Тоже принять в этом Посильное участие Потому что человека Считаю Который очень много дал Иркутску Как спортсмен Как человек Просто Слава Иркутского хоккея Это Это тот же Гришин Честно говоря Это Один из Будем говорить Один из кусочков Который он нес Там многие ребята Конечно внесли Женька Гришин Настолько был По духу Своему Это вот выразитель Как бы интересов команды Что Просто этот человек Конечно надо поддержать Будут какие-то проблемы Найдете Если Звоните Передавайте ему Ладно Женя Мы завтра подъедем Давай Женя Я попрошу Автограф не дать Вставай Вставай Разжимай Разжимай Давай что-нибудь делать Алло Все давай 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 Сань Давай Посадим Скопейк Ты узнал меня Нет А Ты Ты же ждал Говоришь До 11 Да Как будто ребята приехали Волны меня Приехали Сейчас помоешься Это Гришев Находом Что он находится Прокапывается Кромой Пожарай Здравствуйте Какие ли имя отчества скажите Гришев Гришев Евгений Евгений Владимирович Год Граждане 71 Через 5 часов Он умер Евгению Гришину 32 года Гришев Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok